Добрый вечер, уважаемые слушатели, в эфире Финам ФМ Бизнес Класс, меня зовут Олег Дмитриев. Не устаю повторять, что накануне волшебных новогодних праздников мы все больше смещаем наш акцент в бизнес-классе с вещей, давайте так, на вещи более романтичные, так бы я это назвал. Вот и тема сегодняшней программы мы назвали, как мне кажется, тоже достаточно романтично, как отдохнуть зимой в Москве, как отдохнуть. Ну действительно, сейчас, не хотел я об этом говорить, но упомяну тем не менее, уже и после того, как закончились опасения по поводу конца света, остается только одна надежда сейчас, это достойно встретить новогодние праздники, а потом отдыхать, отдыхать. Так вот, чтобы этот отдых, ну постновогодний, не ограничивался салатом оливье. Да-да-да, именно так, вот мне сейчас мои гости показывают, как обычно, видимо, ну не у нее это бывает, как обычно это происходит. Да, действительно, ну такой, он веселый такой, занятный отдых с тарелкой оливье, но он наскучивает очень быстро, да-да-да, я согласен. Так вот, как разнообразить эти будущие праздники, вот давайте мы об этом сегодня и поговорим. Я с удовольствием представлю, у меня в гостях сегодня очаровательная, хоть ей не нравится почему-то этот термин, но тем не менее, я говорю правду, Наташа, я говорю правду. В студии Наталья Ежилина, пиар-менеджер сети зимних катков «Русская забава». Кстати, название этой сети тоже достаточно романтично, «Русская забава». Добрый вечер, Наташа. Добрый вечер. Помимо этого, да, мы чуть позже присоединим еще одного гостя уже по телефону к нашему эфиру. Уважаемые слушатели, у вас есть традиционная возможность присоединиться, для этого есть телефон в студии 6510-996, код к Москве 495, либо зайдите на сайт finam.fm и задайте свой вопрос в интернете, мы с Наташей прочтем, и она с удовольствием ответит. У меня, кстати, уже есть для нее вопрос, я его приберегу на финал. Такой вопрос на засыпку, что называется. С подковыркой. С подковыркой с ней. Ну что ж, итак, давайте начнем. Как отдохнуть зимой в Москве? Наверняка ответ на этот вопрос может состоять из многих пунктов разнообразия. Безусловно. Включая тот же самый салат оливье, мы все-таки будем говорить сегодня о неком активном отдыхе, да, о отдыхе-пользе для здоровья. Спорт. Спорт, да, в какой-то степени спорт. Ну и сейчас я предоставляю слово Наташе, потому что, собственно, ее тема это фигурное катание. Ну хорошо, это каток. Как вообще пришла идея, как ты там оказалась и так далее и тому подобное. Расскажем о том, да, как ты оказалась? Расскажем. Раз, когда в этой студии, значит, пройдя некоторое количество метров по морозу, который сейчас у нас в Москве. Пробежав. Пробежав даже, да, ужас какой. И, естественно, замерзнув по дороге. И когда Наташа вошла замерзшая, посетовав на то, что творится за окном, я вдруг неожиданно подумал, а как же, наоборот, Наташа должна радоваться подобной погоде, ведь она занимается тем, чем занимается. Как случилось, Наташа? Ну, на самом деле, про погоду могу сказать, что сейчас экстремальный мороз. И даже для катков? Даже для катков, к сожалению, да. Потому что сейчас, когда такой холод, действительно, даже в движении, то есть можно запросто себе отморозить ушки, ручки, ножки и так далее. То есть, конечно, сейчас достаточно так температура, мороз крепчает. Общает, но, в принципе, народ у нас все равно есть. То есть, да, люди, которые действительно любят этот спорт, любят такое времяпрепровождение, приходят истинные фанаты катка, мы их рады видеть. И даже вот в эти морозы. Да, ну, конечно, люди есть, безусловно. Ну, смотри, мы начнем с того, что о людях чуть позже, хотя это главное, естественно, в любом нашем эфире. Давай о технологиях. Ну, для того, чтобы на открытом воздухе, в воздухе тем более, на открытом воздухе каток, чтобы залить, ну, как минимум, должна быть отрицательная температура. И даже, наверное, не минус один, не минус два. Да, безусловно. Все такое посерьезнее. Конечно, конечно. Так вот, минус девятнадцать. Это кайф? Нет, сейчас сам Бог прописал, конечно, для заливки, безусловно. Но люди, конечно, от этого страдают. Вообще, заливка катка требует минус десять. Стабильный минус десять, хотя бы, чтобы держалась такая погода неделю. То есть, не выше, да? То есть, минус девять, минус восемь, это уже будет не совсем так. Это тоже пойдет, но начинать нужно с минус десяти. То есть, безусловно, чтобы морозы у нас устоялись и держались какое-то определенное количество дней, чтобы, не дай бог, не было внезапного потепления, все не пошло на смарку. Это что касается натурального льда. То есть, здесь мы уже, как бы, да, смотрим по погоде. Катки с искусственным льдом, они все погодные. Технология их... Еще раз, они по... Все погодные. Погодные. Да, да, безусловно, этот каток может... А, все погодные, да, на любую погоду. Да, да, каток такой может жить как зимой, так и летом. Да, да, все зависит от технологии. Это всегда выглядит очень забавно, когда... Ну, я редко, к сожалению, хожу на каток, но вижу иногда в интернете или, может, по телевизору. Очень это забавно. Ну, и так некое... Радует глаз, когда девушка, да, девушка, вот она рассекает на льду в коньках, а при этом сама... Ну, не в бикини, конечно, но так как-то по-летнему. Это выглядит зато очень красиво. Это радует глаз. Хоть и парадоксально. Парадоксально, да. Но глаз радует. Согласен. Ну, она же на это пошла. Ее заставили, может быть, ее заставили. Итак, все погодные каток. Все погодные каток. Каток с искусственным льдом. Потрясающее изобретение, на мой взгляд, да, потому что можно, не взирая, да, на наши катаклизмы, да, которые сейчас творятся в России, в частности, в нашем центральном регионе, европейской части. Не говори. Можем позволить себе залить каток уже в середине ноября, так как это сделали мы. В середине ноября открылся наш каток в саду Эрмитаж. Искусственный лед. Площадь небольшая, но для небольшого уютного сада Эрмитаж вполне отлично. Подожди, в саду Эрмитаж на улице, да, ваш каток? Или он где-то в помещении? На территории сада Эрмитаж, каток открытый. Да, и там искусственный лед, тем не менее. Да, искусственный лед, да, безусловно. А зачем? Радовать гостей, посетителей. То есть он находится на открытом воздухе. Я просто к тому, что, на мой взгляд, опять, не очень практично на открытом воздухе использовать искусственный лед. Если можно дождаться морозов, вот вышеупомянутых, залить просто обычный, нет? Практично. Практично все же? Нет, конечно, потому что вот взять обычный, допустим, натуральный каток, да, опять же ждем минус 10. В прошлом сезоне минус 10 настало только после Нового года. То есть вы понимаете. И то ненадолго. И то ненадолго, да, то есть очень большие были проблемы с натуральным льдом. А искусственный лед, у нас площадь небольшая, но он есть. То есть люди знают, что у нас есть. Ноябрь, зеленая трава, да, еще где-то лежат опавшие листья. Люди могут уже прийти покататься по отличному льду, да. Лед, ну, искусственный, тоже такое слово. Многие сразу начинают задать вопрос, он что пластмассовый, он что там ненастоящий. Лед абсолютно настоящий, абсолютно замерзшая вода. Все как обычно. То же самое. Да, все то же самое. Ну, смотри, ну, с другой стороны. Только технология. Вот, вот, о технологиях. Потому что, ну, давай так, естественный лед, да, и искусственный лед. Вот естественный. Налили воды, значит... Подождали. Подождали, да. Замерзли. Наступила зима, минус 19, ну, или минус 10. Все замерзли, и вперед, и с песней, да. А как искусственный лед? Его каким-то образом нужно остужать и завозить? Или снизу какой-то нагнетатель стоит? Совершенно верно. Да ты что? Снизу стоит нагнетатель. Ну, скажем так, не нагнетатель. Естественно, это морозильная установка. Это трубки с фреоном, которые раскладываются по всей территории, по всей площади катка. Это с тем фреоном, который вот в кондиционере, в машине, да? Ну, грубо говоря, да. Что-то по типу холодильника. В этих трубочках проходит специальная жидкость, которая начинает морозить. Между ними наливается водичка. Сперва тоненьким-тоненьким слоем. На ней схватывается лед. И далее, ну, как бутерброд. Как мажем масло на хлеб, грубо говоря. Естественно, это тоже занимает где-то около недели. То есть, да, когда наморозится хороший ровный лед, красивый. Ну, и, собственно, пожалуйста, можно кататься. В этом случае мы от погоды не зависим, да? Потому что намораживается именно вот этот бутерброд. Да, от погоды мы не зависим. Даже если пойдет дождь, даже если будет плюс пять, лед заморозится. То есть, и можно спокойно отдыхать, кататься. Никаких проблем с этим не будет. То есть, мы это проверили уже на себе не один год. Ну, ты, тем не менее, сказала, что в сети вашей, как минимум, два катка. Это один с искусственным, один с натуральным. Да, да. А чего же вы не перейдете? Зачем вам тогда настоящий лед? Естественный. Столько... Все дело в том, что зависит банально от площади. На территории Сад-Эрмитаж достаточно такой богатый рельеф, барельеф, много деревьев, много каких-то природных выступов. То есть, само производство и технологии установки искусственного льда требуют идеально ровной поверхности, без каких-либо, скажем так, препятствий, преград. То, где мы заливаем натуральный лед, очень много деревьев, очень много каких-то природных кустарников и так далее. А где, кстати, ваш натуральный лед? Там же расположен Сад-Эрмитаж, по соседству. То есть, наши посетители могут спокойно переходить с одного катка на другой. Сравнить могут, да? Могут сравнить, конечно, обязательно, где кому больше нравится. Кому-то нравится, наоборот, размах, где можно прокатиться со скоростью, может быть, можно там какие-то пару-па показать. А кому-то нравится небольшая площадь, тысячу квадратов с идеально ровным льдом, где, по большей части, больше детей. Ну, спокойное, тихое катание, где можно расслабиться, то есть, не бояться. Учиться кататься, опять же. Потихонечку. Да, прекрасная, на самом деле, вообще тема, потому что порой натуральный лед, он все-таки имеет какие-то свои, ну, где-то бугорочки, где-то, может быть, небольшая ямка. Искусственный лед, он идеально ровный, то есть, там можно не бояться. Потому что вы его чистите так идеально, или просто технология так... Технология такая, и, конечно, по нему работает машина. То есть, машина, которая его ровняет, проходит машина, срезает тоненький слой льда, и сверху немножечко водичкой. То есть, чтобы все, это все каждый раз ровняется. Ну, это как, вот, хоккейные коробки показывают, вот такая же технология. А натуральный лед таким образом не ровняют. Натуральный лед. Там вручную, да? Да. Идет дяденька с этой, с металлической лопаткой, да? Ну, что-то вроде того. Что-то вроде того. Ну, что ж, очень интересно, Наташ. Мы сейчас, тем не менее, послушаем новости, потому что в мире тоже много интересного. Потом продолжим. Продолжаем наш эфир. Уважаемые слушатели, бизнес-класс на Финам.ФМ. Я Олег Дмитриев. И сегодня мы обсуждаем, ну, в какой-то степени предстоящие, да, праздники, выходные, посленовогодние, и, собственно, в связи с этим задаемся вопросом, как отдохнуть. Как отдохнуть зимой в Москве, в принципе, ну, и вот эти предстоящие праздники. В студии сегодня у меня Наталья Ежилина, пиар-менеджер сети зимних катков «Русская забава». Ну, и вполне логично, что, прежде всего, мы рассуждаем о том, как правильно, как правильно, без травматизма, Наташа, да? Провести время на катке. Провести время на катке, совершенно верно. Ну, хорошо. Давай продолжим. Собственно, технологии, ну, мне, по крайней мере, более-менее понятно. Существует искусственный лёд, натуральный лёд. Вот есть некие различия в них, да, и с точки зрения его приготовления. В первом случае это бутерброд. Во втором случае это круассан. Кстати, мне нравится, мне нравится ход твоих мыслей, да, это круассан. То есть с бугорками, с неровностями, со всякой этой истории. Нормально, это нормально. Хорошо. Ну, давай теперь порассуждаем. Я решил отдохнуть на катке. Причём, смотри, я вот так бы поставил этот вопрос. Я решил отдохнуть, не обязательно катаясь на коньках, уж тем более не занимая, не выделывая какие-то па, о которых ты там говорила. Что там, что за па? Тройной тулуп, да? Двойной там... Четверной аксель. Аксель, боже мой. У нас только такие приходят. Что не умеете? Откуда? Я даже не знаю, о чём речь. Приходите, научим. А у вас там есть тренировка? Да. Безусловно, у нас школа фигурного катания. Да ладно. Мало того, преподает у нас лично олимпийская чемпионка. А как её фамилия? Ирина Лобачёва. Знаю такую. Да? Каждую субботу и воскресенье она лично преподает мастер-классы для всех желающих. Ну тогда уж, конечно, акселята там выписывают. Да, да, у нас уже есть успехи. Да, представляю себе. Так, ну ладно, подожди. Давай, мы дойдём ещё до профессионального подхода. Вот я решил отдохнуть на катке. При этом, ещё раз повторю, у меня пока нет горячего желания даже коньки-то надевать. Хотя, наверное, это неприлично, да, придя на каток и всё время в валеночках простоять. Да ну почему? Кто как. Нормально? Конечно. Хорошо, а что тогда для меня будет этот отдых? Просто подышать свежим воздухом? Ну, значит, начнём. Что такое отдых на катке? Помедленнее, пожалуйста, я записываю. Записывайте, записывайте. Значит, приходим на каток. Во-первых, мы приходим на красивую территорию сада. Исторический памятник, красивое место, огни. То есть там сама атмосфера очень романтичная, до времени препровождения. Далее мы приходим на каток или на его близлежащую территорию. Что такое близлежащая территория? Это ещё не лёд, это павильон у катка. Да. Что нас ждёт в этом павильоне? Уютное, тёплое кафе, это раз. Два. Слово «тёплое» я подчеркну здесь. Тёплое, очень тёплое, да. Два. Детский уголок. Если пришли с детьми, пожалуйста, можно отправить детишек поиграть. То есть это мягкие игрушки, это доска для рисования. Там кто-то с ними будет заниматься? Или они сами себе? Ну, это уж надо одним глазком смотреть. Посматривать. На эти коньки. Да-да-да. Подержать их в руках. Да, подержать их в руках, удостовериться. Ну, предположим, я ни разу просто коньки-то в глаза не видел. Ну, конечно, да. Ну, посмотреть хоть, что это такое вообще. Извини, пожалуйста, у меня вот в детстве, ну, так случилось, что детство всё-таки у меня было связано не с конькомежным спортом, но с коньками-то точно. Какая прелесть. Я даже в хоккей играл, ну, в школе, по крайней мере. И тем не менее, вот у меня, ну, до какого-то более-менее сознательного возраста было абсолютно стопроцентно уверенно, что конёк, вот само лезвие, оно как ножик, оно такое острое, как ножик. И вот фраза «заточить коньки» воспринялась, ну, именно так. Как нож точит. Раз-раз-раз, вот так, да, и, значит, на пальчик. И причём... Ан нет. Ан нет, да. Ан нет. И когда я увидел вблизи конёк, я подумал, что, может быть, он какой-то... Он не такой, он тупой конёк. Да, видимо, что-то случилось. Что-то случилось. Да, да. А потом уже всё стало. Могу сказать честно, я раньше считала точно так же, когда тоже вот... Ну, ты сейчас специально это сказала, да, чтобы... Ну, чтобы ты не плакал. Действительно. Нет, честно говорю, то есть раньше тоже не знала. Ну, естественно, это было очень давно. Потом, когда тоже вблизи увидела конёк, когда решила прокатиться, я тоже была изумлена. А почему так? Я, кстати, сейчас опять своё далёкое уже детство вспоминаю. Ещё были коньки, это ещё советские времена, были коньки не очень, или даже, я бы сказал, абсолютно не... Сейчас скажу. Абсолютно... В общем, в них было неудобно. Вот ноги в них были... Они были как ботинок обычный, даже полуботинок, я бы сказал, да? Нет, ботинок, наверное. Сейчас-то мы берём, ну, фигурные коньки. Что значит? Это всю икру он закрывает, этот конёк, да? И его можно, так сказать, 20 раз обвязать, да? И нога стоит устойчиво. Да, устойчиво стоит нога. А вот в советские времена был конёк, который до щиколочки не доходил. Вот эта вот сама штучка, да? Ну, на самом деле, мне кажется... И ноги вот так всё время, вот так вот, бам-бам-бам-бам. Да, ну, это и разновидности коньков разные, потому что, насколько знаю, для конькобежного спорта там как раз короткие коньки, которые не доходят. А-а-а. Да. Ну, там зато лезвие вот такое. Да, но там большое лезвие. Вот. Раньше я вообще, насколько помню, привязывались лезвия к ботинкам, к валенкам. Да-да-да. У меня были такие тоже. И у меня тоже. И люди катались, ничего, было всё отлично. Но сейчас, конечно, прогресс, технологии новые. То есть это безусловно... Нет, это трогательно, я вспомнил эту картину. Валеночки, валеночки. И на них вот эти... Причём они по два лезвия на каждой, да? По два лезвия. Да, было два лезвия, да, чтобы... Как такие саночки-саночки. И вот ты такой... Представляешь, это было, боже мой, сколько лет. Так, давай лучше мы вернёмся в себя, потому что сейчас ностальгия у меня возникнет. И всё, придётся меня успокаивать всемиром. Итак, мы пришли на каток и пока ещё не решились выйти на лёд. Тем не менее, нам есть чем заняться, да? Безусловно. Давай, это кафе. Это кафе. Это прогулка по территории сада. Это детский уголок. Это, ну, опять же, повторимся, что можно выбрать коньки. Если уже выбрали, можно их подточить, опять же, на месте, чтобы никуда не ходить, не бегать, чтобы, опять же, катание было приятное. Потому что надо учитывать, что, допустим, если коньки выбрали из проката, да, то есть, чтобы проследить, что-то, или хорошие коньки, если что, их подточить, заточить, всё это можно сделать. То есть, если я не со своими пришёл, да, я могу взять, у вас есть прокат, подточить. Да, конечно. Также можете прийти со своими, да, то есть, если конёчки там нужно, лезвие, скажем так, подострить, то, пожалуйста, ради Бога. Вот. Ну, и, собственно, чего уже ждать? Уже поели, уже отдохнули, уже конёчки выбрали, уже поточили. Дети накормлены и присмотрены, они там в углу занимаются своими делами. Совершенно верно. Давайте... Кстати, для детей у нас есть очень крутая вещь. Ну. Сейчас изобрели, вот, опять же, новые технологии, ноу-хау. Маленькие пингвины, ну, они где-то высотой метра, на лыжах. Вау. Да. Подожди, они какие пингвины? Это переодетый аниматор? Пингвины, ну, они, скорее всего, пластиковые. А, самостоятельная игрушка такая. Да, большая игрушка, высотой метр, на маленьких лыжах, и на голове у него сделаны поручни. То есть, ребёнок... Я понял. Да, который маленький или просто не умеет кататься, может взять такого себе пингвина в помощь, выйти на лёд и учиться кататься. Это очень классная вещь, на самом деле, да. То есть, опять же, родители могут не волноваться, там, за руку не вести своего малыша, там, да, не боишься, что он, не дай бог, упадёт. То есть, взяли пингвина и поехали. Ну, и потом, да, с пингвином-то ему раздоль его. Конечно, конечно, опять же, это игрушка для детей, это очень здорово. Аташ, сразу вопрос у меня. Я, конечно, не маленький ребёнок давно, но кататься, предположим, не умею. Есть ли для меня пингвин? Медведь есть. Медведь. Да. Есть медведи, они немного повыше, сантиметров на пять, но, я думаю, вам в саму пору. Нет, ну, если я возьму пингвина, мне будет неудобно. Не поймут. Не поймут. Нет, есть ещё медведи. Более высокой взрослой категории. Для начинающих, да? Да. Но уже не детей. Совершенно верно. Здорово. Так, значит, у меня есть возможность вот таким образом, ну, будем так, самостоятельно, да, либо обучаться каким-то образом, да, этому делу, либо, если я уже владею технологиями катания, я могу, значит, уже нарезать там. Конечно. Тысячи квадратных метров, ты сказала, искусственный лёд. Да, искусственный тысячи квадратных метров. Это, ну, хоккейная коробка, да, стандартная хоккейная коробка, а натуральный лёд четыре тысячи квадратов. Там уже, ну, там вообще уже есть, где разгуляться, скажем так, да, чтобы ветер в ушах свистел. Ужас какой. Я вспоминаю Шерлока Холмса, помнишь? Ветер, а нет, это джентльмен, джентльмен, удача, пожалуйста. Ну ладно, сейчас вспомню, откуда это, так фраза была такая, да, я шляпу не надену, ветер на ходу может её сорвать. Ты собираешься бежать со скоростью ветра, задаёт он вам. А, вспомнил, Старики-разбойники, это фильм назывался. А, точно. Ты собираешься бежать со скоростью ветра. Так вот, я, конечно, вряд ли смогу сразу же, да, закрутить такую историю, чтобы ветер свистел в ушах. Вот, но как минимум какое-то движение, наверное, я делаю. И вот здесь мы подходим к кульминации, да. Ну, предположим, что день, который я выбрал для посещения катка, это та самая суббота, да, когда знаменитая Ирина Лобачёва даёт свои мастер-классы. Как это выглядит? Ну, то есть, что, вот я пришёл, ну, или на нас много, естественно. Мы расселись, да, поудобнее в кафе, либо здесь же, прям на льду. Боже мой, это холодно. Сесть зимой на лёд, это холодно. А Ирина, значит, выходит в центр катка и начинает выписывать вот эти аксели четверные, тулупы и прочее. Ну, нет, на самом деле это не всё так прозаично. То есть, чтобы попасть на запись, нужно правильно, как минимум, прийти на каток. Опять же, занятия проходят по расписанию занятий, да, то есть это... Это именно занятия? Да, это именно занятия. Можно на весь сезон приобрести абонемент и ходить, допустим, каждую субботу или каждое воскресенье, или вообще всё время ходить, кому как нравится, кто как может. Занятие длится 45 минут. Вот, то есть, да, можно записаться на определённое время, допустим, либо же, если вы пришли там с предварительной записи, да, то есть, скажем так, вклиниться, что-то другое занять, потому что группа, опять же, может быть, как один человек, может быть, как и пять человек, да. Ну, с одним, наверное, вряд ли она будет заниматься, с одним-то человеком. С одним занимается, конечно, конечно. Ирина очень ответственный преподаватель, то есть, если приехал один ребёнок, один человек, она всё от и до, со всеми отзанимается, то есть, ну, там зависит от того, сколько группы наберётся, научит всех. Да, здесь ещё другой момент. Есть разный уровень, наверное, да, или она просто не занимается с теми, кто ещё не умеет стоять на коньках? Нет, она занимается абсолютно со всеми. Ну, безусловно, конечно, то есть, далее, при составлении расписаний как-то это, то есть, разграничается, да, учитывается, конечно, допустим, утреннее время новички, там, дневное время те, кто катается уже немного, ну, более уверенно, скажем так, то есть, естественно, там уже ведётся разграничение. Ну, в любом случае, то есть, как бы, да, независимо от уровня, результат будет виден и на лицо. Не дай бог, на лице я что-то подумал, да? А! Да-да-да. Результат будет виден в любом случае не в этот же вечер, правильно? Ну, конечно, нет, ну, конечно. Надо отзаниматься, ну, сколько там, раз посетить, раз десять, например, чтобы... Да, раз, ну, занятий где-то семь-десять, и, в принципе, то есть, да, вот... То есть, ты уже можешь сказать, что ты там, что-то, какой-то паза... Да, можно уже, да, можно научиться ездить задом. Шучу. На самом деле, семь-десять занятий, то есть, там уже достаточно такой прогресс видится. Ну, задом раньше можно научиться, да? Ну, задом, как бы, да, особо ему не надо. Давай мы сейчас послушаем новости, а потом поговорим об этом. Продолжаем наш эфир, уважаемые слушатели. Сегодня мы задумались о том, как будем отдыхать после новогодних праздников, в частности. Какие для этого есть возможности, и я вам хочу сказать, я все более уверенно, с большим оптимизмом смотрю теперь на этот самый, да, сложный период, ежегодно сложный период жизни, начиная с 1 по 10 января, он как-то все время сложно выстраивается. А тут пришла Наталья Жилина, кстати, сегодня в гостях. Наталья Жилина, пиар-менеджер сети зимних катков «Русская забава». Пришла Наташа и сказала, что напрасно вы, друзья мои, да, не ходите на каток. Ведь в конце концов там огромное количество всяких возможностей, да, начиная просто от приятного проведения времени, ну, не в четырех стенах дома, по крайней мере. Можно и компанией ведь прийти, правильно? Конечно, компанией с семьей, ради бога. Вот, вот. Опять же, это воздух, опять же, это место, где видятся люди. Да, да. Сейчас здесь как-то все сидят дома, никто никуда не выходит. В ящик этот, понимаешь, уставились и все. Да, да, совершенно верно. Ужаско. Наташа, значит, у нас на связи сейчас твой коллега, мы поговорим сейчас с ним. С удовольствием. Значит, я представлю его, это Андрей Лапшин, директор государственно-автономного учреждения культуры города Москвы, парк культуры и отдыха «Сокольники». Андрей, добрый вечер, вы слышите меня? Да, добрый вечер, Олег. Добрый вечер, очень рад вас слышать. В гостях, ну, для вас теперь я сообщу, Наталья Жилина. У нее сеть зимних коллегов «Русская забава», наверняка, тоже вам. Ну, знакомый. Добрый вечер. Вы коллеги, вы коллеги. Добрый вечер. Андрей, значит, у нас разговор сегодня такой. Накануне Нового года, ну и точнее, накануне новогодних праздников, да, постновогодних праздников, вот мы обсуждаем, как можно будет с пользой и для здоровья, и для эмоционального, да, нравственного, какого-то, так сказать, здоровья. Как можно отдохнуть в Москве, какие есть для этого возможности. И у вас уж, я думаю, как человека, связанного с парком Сокольники, я в свое время прожил там, я имею в виду, рядом с этим парком долгий период времени и прекрасно знаю его. У вас наверняка будет масса предложений для наших слушателей. Расскажите. Да, в этом году у нас, на самом деле, я бы сказал так, что это, наверное, уже не парк Сокольники, а, скорее всего, зимний курорт. Курорт? Здорово, здорово. Поскольку, помимо традиционных вещей, которые уже, наверное, многие годы в Москве были, это лыжи, санки, у нас в этом году целая индустрия зимняя. Ну, во-первых, мы открыли буквально недавно, совсем не так давно, две недели назад, очень интересный каток, лед. Но, мало сказать об этом катке, поскольку погода очень хорошая, и, как бы, лед замерзает быстро, мы залили еще огромное количество аллей в парке, и теперь у нас площадь всего катка превышает 23 тысячи квадратных метров. То есть, если вы выехали, то вам где-то займет это не менее полчаса, чтобы все просто-напросто объехать, и каждый раз вы будете в новом месте. А в чем, Андрюш, извините, пожалуйста, а в чем, собственно, вот, ваша фраза прозвучала, да, у нас целая индустрия, в чем прелесть вашего катка? В том, что это не просто каток в традиционном понимании слова, а то залили еще аллейки, да, дорожки, и можно, так сказать, передвигаться. Совершенно верно, совершенно верно, потому что по территории парка очень много разных кафе, помимо этого есть еще очень оригинальный такой зимний вид спорта, как мото-сноубординг. Это новое. Поэтому можно снять конечки тут же на лавочке и покататься на мото-сноубординге. Помимо этого еще мы организовали очень, тоже уже вот несколько, пару недель работала эта услуга. Это катание на снегоходах в таком вагончике по территории парка. Среди семей, вот здесь... Подождите, катание на снегоходах в вагончике, то есть кто-то из, я так понимаю, сотрудников сидит на снегоходе, пристегнули вагончик, а мы там весело все расположились. А вы сидите, да, и отдыхаете. Очень интересная забава. Красота. Слушайте, для снегохода вообще снег нужен. У нас сейчас со снегом-то как-то напряженка. Нам повезло, у нас он есть. И самое, наверное, главное, что уже в прессе очень сильно и хорошо отвечалось, это проект The Gorka. Это 200-метровая гора для катания на сноутюбингах, и буквально завтра мы ее открываем. Сноутюбинг, это, расшифруйте, это вот эти аналог больших покрышек таких автомобилей. Совершенно верно, да, пластиковое дно, и покрышка надувная очень быстро едет. Высота горки 14 метров, длина более 200. Эх ты, эх ты. Думаю, подъемник работает, то есть не надо подниматься, тратить на это усилие. Съехал, прицепился, поднялся, еще раз съехал. То есть, думаю, это будет очень популярная забава. Это здорово. Это здорово, да, я с вами соглашусь. Действительно, парк Сокольники выглядит сейчас как зимний курорт. Даже с экзотическими некими развлечениями. Ну, а традиционные остались. Я, извините, буду вспоминать. Значит, главного входа заходишь. Слева здесь была танцплощадка, да, где... Да. Аккордеон. Она есть, аккордеон, да, и бабушки с дедушками очень трогательно всегда отплясывали. Ну, это традиция парка. Мы, конечно, все отремонтировали, все привели в очень такой красивый вид. И сейчас парк очень замечательно украшен, иллюминация, и европейская иллюминация. У нас работали французы, поэтому парк, на самом деле, выглядит вечером после пяти просто сказочно. Конечно, традиции остались, мы их не нарушаем. И каждый четверг, пятница, суббота и воскресенье в определенное время приходят наши пожилые и родители, и бабушки, и дедушки с удовольствием там танцуют. У них свои дискотеки, свои интересы, и уже такие как бы как клуб, клубы. Нет, нет, они, да, это была одна из, может быть, самых трогательных, я помню, в связи с сокольниками, да, воспоминаний, это как отжигают, они именно отжигают, они молодцы. Да, 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 совершенно верно. Все это осталось, приходите. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Андрей, вам спасибо за то, что вы нашли время принять участие в нашем разговоре. Андрей, успехов в вашем, ну, нелегком, но таком нужном, да, таком полезном деле. Таком правильном деле. Таком правильном деле. Уважаемые слушатели, я напомню, это был Андрей Лапшин, директор государственного автономного учреждения культуры города Москвы, парк культуры и отдыха «Сокольники». Наташа, давай вернемся к нашему разговору. С удовольствием. Замечательно, да, замечательно все это выстраивается. Боже мой, я сейчас подумал о том, вот, я вот сейчас наслушался тебя, наслушался Андрея, и прямо вот готов сейчас после эфира, раз, и в «Сокольники». Лежать. Или в «Эрмитаж», да. Я прекрасно понимаю, что 1-2 января это будет очень сложно сделать. То есть надо себя заставить чем-то. Должна быть супер-мотивация. Давай поищем ее, знаешь где? В нашем российском менталитете. То есть мне должно быть, как человеку русскому, да, до глубины души своей, мне должно быть просто неприлично оставаться дома, когда есть каток, ну, в частности, в парке «Эрмитаж» или где-то в другом месте. Я должен встать и пойти. Ведь не случайно, мне кажется, не случайно, что такой вид спорта, как фигурное катание или пресловутые танцы со звездами, да, какое-то время назад, я не знаю, сейчас есть это? Нет, сейчас, по-моему, нет такого проекта, насколько я знаю. Но он долго, он шел-то многие годы. Вот не случайно все это, да, было именно на наших телеэкранах, потому что, видимо, из, ну, наверное, не с фигурного катания, неправильно будет сказано, потому что и хоккей сюда бы я отнес, да. Все-таки это некий национальный вид спорта. Ну да, нам это близко, мы в этом сильны. Вот почему? Почему, как ты думаешь? Потому что у нас зима. Потому что у нас зима, потому что у нас снег, у нас морозы. У нас снег, у нас морозы. Хорошо, давай, где еще снег, морозы есть? Ну, где-нибудь в скандинавских странах, да, Швеция, Норвегия, где там еще? Там, ну, шведы хорошо в хоккей играют, а с фигурным катанием идти не очень. Ну, у нас... В Финляндии, да? Кто в чем силен, как говорится, да? Ну, может быть. Ну, то есть, опять-таки, да, то, что мы зимою в основном смотрим на коньки, это как раз наш менталитет, правильно? Ну, конечно, это нормально. Люди, испокон веков, жившие в морозе, да, научились как-то развлекаться в это время года. Безусловно, как бы это нужно было придумать. Поэтому, как бы, естественно, это исконно наше русское. Ну, в каких-то странах там у народов тоже есть какие-то, наверное, свои традиции, обычаи. Забава. Зимние забавы. Да, забавы. Хорошее слово. У нас вот это. И мне кажется, это здорово. Нет, это здорово. Потому что это не только развлечение. Это активный образ жизни, это спорт, это здоровье самое главное. Согласен. А если сравнить, допустим, подобные отношения, ну, нас как россиян, да, вот к забаве под названием каток, и то же самое у наших, как правильно сейчас скажу, у наших, ну, есть ли такие аналогии, да, аналогии такие за рубежом? Вот такая страсть, такая любовь именно к конькам, к каткам. Ну, я думаю, Канада. Канада, да? Да, безусловно. То есть опять все будет... То же страна, которая безумно любит коньки, опять же тот же самый хоккей. Я думаю, что в этом плане они нам очень близки. Ну, и вот я все-таки опять пытаюсь, так сказать, какое-то основание, да, подвести. И все упирается опять, видимо, в погоду в природу, да, что называется. Ну, конечно, безусловно. Конечно. То есть если нет зимы, допустим, в Италии где-нибудь, да, среди земноморей, то... У них шоппинг. У них шоппинг. Да. Главное развлечение это у них шоппинг. Да, отличное развлечение. Хотя, с другой стороны, почему, смотри, есть же искусственный лед, ты же сама рассказала об этом. Ну, не лежит у них к этому душа. У нас, можно сказать, это с детства перевивается. Зима, все на санках, на лыжах, на каток. С самого детства у нас это в крови. Ну, такого нет. Ну, вот, кстати, если вспоминать, ну, мы уже это делали с тобой неоднократно сегодня, вспоминать детство. И, ну, может быть, конечно, это, опять, субъективно очень, но как выглядела зима тогда и как выглядит зима сейчас? Это все-таки две большие разницы, мне кажется. Я согласна, безусловно. Раньше было, мне кажется, больше снега. Морозы были, может быть, не намного крепче, чем сейчас у нас зима нас радует. Но они стабильные были, да, продолжительные. Совершенно верно. Сступила зима, там, минус 10-15, и вот оно там декабрь. С 1 декабря и до 1 марта, потом все. Например. Да, совершенно. То есть стабильность какая-то в погоде была. Люди совершенно, скажем так, не боялись никаких неожиданностей, нежели чем сейчас у нас. Вот я слышала, что на Новый год обещают плюс 2. Ой, не да. Да. Ну, это неправильно, на Новый год плюс 2. Ну, я согласна. Тем более снега, видишь, опять, да, у нас не особенно много. Вот Андрей, говорится, им повезло, видимо, у них там какой-то спица, свой, да, свой оазис какой-то, да, свой снег, они там над ними. Нет, но были же дни, когда намело, вот они, наверное, сохранили и приумножили. Просто не расчищали. А сейчас в основном, если говорить, тем более, о Москве, да, в основном не снег, а грязь. В центре Москвы так это точно, конечно, снега практически нет. Ну, ладно, немножко мы с тобой отвлеклись, давай вернемся. Играет, да, какие-то танцы, вот это все присутствует тоже, да? Конечно, безусловно. Ну, ежедневно, обычная программа, да, то есть когда нет никаких, скажем так, мероприятий, праздников, конечно, это приятная музыка. То есть, опять же, когда приходят молодежь, дети, это какие-то игры на катке. Те же самые салочки, колдунчики, все, что осталось здесь. Подождите, салочки, колдунчики, они сами затевают? Или у вас есть аниматоры для этого, так сказать, кто-то руководит этим делом? В основном молодежь, которая приходит по будням, конечно, развлекается сама. На катке, когда происходят какие-то праздники, здесь уже работают анимационные группы, здесь выступают фигуристы. То есть мы стараемся каждый праздник, ну, городской праздник, 23 февраля, 8 марта, День всех влюбленных, естественно, Новый год, радовать наших посетителей. Устраиваем шоу фигуристов, это мастера спорта, какие-то красивые номера, приглашаем творческие коллективы. То есть на катке, в принципе, праздничные дни, мероприятия, государственные городские праздники, можно очень здорово провести время, видеть знаменитости, у нас тоже часто бывает. Серьезно? Да, да, конечно. Ну, помимо Иры Лобачевой, да? Да, помимо Иры, да. Вот, ну и дискотеки, танцы, вот в новогоднюю ночь у нас планируется интересная программа, будут выступать творческие коллективы, ну, скажем так, не на самом катке они будут стоять, будут рядом с ним, люди будут отдыхать, кататься, слушать приятную музыку, развлекаться, отдыхать. Ну, подожди, если мы говорим о новогодней ночи, то я не могу всю ночь, сколько я там ее проведу правильно, на катке провести. Почему? Нет? Это возможно? Конечно, возможно. Слушай, мы открываются какие-то скрытые резервы. Сейчас слушаем новости, а потом продолжим. Продолжаем наш эфир, уважаемые слушатели бизнес-класс на Финам-ФМ, я Олег Дмитриев, со мной в студии Наталья Жилина, пиар-менеджер сети зимних катков «Русская забава». Поговорим мы сегодня о том, как можно отдохнуть зимой в Москве. Ну, я так понимаю, и не только в Москве. Кстати, вот по поводу того, как это дело обстоит в регионах. У тебя есть какая-то информация, Наташа? По регионам? По регионам, да. Ну, могу сказать, что, безусловно, конечно, столько катков, сколько есть в Москве, наверное, нет ни в одном городе из регионов. Но, конечно, тоже это дело развивается. В Московской области, там, ну, в таких более-менее крупных городах, Можаевск, Серпухов, Чехов, то есть там стараются строить стадионы, да, то есть как же тоже это все поднимать. Вот, но я думаю, что где-то совсем в глубинках, скорее всего, это на бытовом уровне каком-то, да, то есть быть с ведрами или со шлангом, сделать сами для себя люди. То есть если мы говорим о, ну, о Москве прежде всего, да, об области, там, о Питере, я так думаю, то есть о неких центрах все же, да, российских. Ну, да, о крупных городах, миллионниках. Ну, это, давай так скажем, здесь это культивировано, да, то есть здесь этот бизнес, это бизнес. Мы вам говорим, мы вам можем предложить вот это, вот это, вот это, все это красиво, все это, да, все это удобно, все это хорошо. Но, тем не менее, желание, страсть встать на коньки, она ведь у любого россиянина, наверняка. Ну, как мы уже сейчас выяснили, это, да. Это ментальность, да, это не просто мода какая-то, это где-то в подсознании, соответственно. С этим рождаемся. Да, да, да. Рождаемся на коньках, вот так вот, да. Фигурально выражаясь, мы придумали такое. У кого-то еще клюшка в руке. Да, 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 сразу же. Забавно. Ну, так вот, и возможности, естественно, там, да, вот, что называется, цивилизованно, да, встать на коньки не так много, и приходится делать вручную. Кстати, я вспоминаю опять, да, вот свое детство, у нас была во дворе коробка, и мы ее сами заливали. Аналогично. Да, да, тоже. Ну, кстати, вручную это не значит, что плохо, то есть люди делают для себя. Да, да, да. С любовью, да, чтобы там катались они сами, их дети. Совершенно верно. Ну, молодежь, которая любит поиграть в хоккей, то есть там не предусмотрено никакого, не искусственного, да, никакой заливки, да, технологической. Подростки это делают сами. Потом катаются весь сезон, не только они, ну и все, кто захочет туда, собственно, прийти, это здорово, на самом деле. Причем они, поскольку в этом заинтересованы, они делают все это руками, за этим сами же и следят, они не позволят себе наверняка традиционных там каких-то, да, сейчас, в кавычках уже, проведение времени, когда там сидят и непонятно чем занимаются. Конечно, ну это здорово. Это здорово, я согласен. И давай все-таки поговорим, хотя бы два слова ты мне расскажи о том, насколько это прибыльный бизнес. Не пугайся, об индексе S&P 500, да, как я тебе в конце программы спрошу. Я тогда тоже что-нибудь спрошу. У тебя есть возможность придумать мне каверзный вопрос. А пока все-таки давай поговорим о том, насколько этот бизнес, ну, рентабелен, востребован как бизнес именно. В какой-то момент я могу представить, да, что человек, правильно сказать по-русски, открывающий каток, да, или там создающий нечто похожее, он может не ставить себе задачу заработать денег, а вот у него такая форма хобби или досуга. Он делает это для себя, а потом, может быть, это и будет приносить деньги. Ну, в принципе, в принципе, так оно и есть. Потому что, конечно, иметь каток, да, допустим, с акционерами «Газпром» не идет ни в какое сравнение. Безусловно, конечно, это все-таки такой добрый какой-то посыл, да, потому что вроде как это бизнес, да, но, с другой стороны, это польза людям очень большая, да, и причем, допустим, билет на наш каток, ну, сравнительно очень недорогой. То есть позволить себе может каждый, да. Ну, цифру озвучиваешь, чего уж там ставить. 150 рублей. Ну, всего-то. Да, время катания не ограничено. То есть человек может... То есть 150 рублей я заплатил, я могу там целый день находиться. Да, да. Аренда коньков входит в эти деньги? Аренда коньков, если приходите своими, то есть катайтесь сколько хотите, если конечки нужно взять, то прокат коньков работает 150 рублей в час коньки. Ну, там все-таки уже амортизация, взнос и так далее, и тому подобное, да. По выходным дням, по праздничным дням, когда какие-то меряются, выходной билет 250 рублей. То есть, в принципе, да, по Москве цена это, ну, скажем так, смешная, потому что такое себе может позволить и студенты, и пенсионеры, и мама с ребенком. И вот в связи с этим опять мы возвращаемся к тому, что это же бизнес, я так понимаю, что человек, который затеял, люди, которые затеяли это дело, они хотят получать прибыль. Ну, конечно, это же не благотворительность чистой воды. А с другой стороны такие... Нет, конечно, какой-то определенный доход с этого идет, но, опять же, я говорю, то есть, в каких-то сравнениях, да, с кем-то крупными предприятиями и так далее. Ну, с Газпромом сравнивать не надо. Газпром — это наше все. Это наше все, точно. Да-да, я вот в этой связи что хотел у тебя спросить. Учитывая, что действительно этот бизнес социально направленный, социально востребованный. Это полезный бизнес. Это полезный бизнес для населения, ну, в частности, Москвы. Существует некая поддержка, ну, в частности, правительства Москвы или каких-то конкретных муниципальных учреждений вам, как бизнесменам? Конечно, конечно, безусловно. В чем она выражается? То есть, вы берете в аренду... Непосильная нам помощь. Ну, например. Во многих мероприятиях, в проведении мероприятия, да, в организации в обустройстве катка. То есть, да, на многие катки выделяется, да, даже какой-то бюджет, да, то есть, в помощи. Потому что все-таки это дело, скажем так, благородное. Вот об этом речь-то, да? Да, да. Конечно, конечно, помощь, безусловно, есть. Эту поддержку вы ощущаете? Эту поддержку вы ощущаете? Да. Хорошо. Ну, слава богу, потому что действительно вещь эта непростая. Какие проблемы, тем не менее, существуют? Ну, помимо того, что это бизнес сезонный все-таки, да, несмотря на наличие, несмотря на наличие искусственного льда, проблемы какие-то есть? Проблема, наша самая главная... Это? Это погода, опять же. Потому что сейчас, на самом деле, когда минус 20, ну, очень холодно. Очень-очень холодно. То есть, истинные только поклонники, истинные только, не знаю, альтруисты, как назвать, этих замечательных людей, которые, несмотря ни на что, приходят и катаются, конечно, прохладно. Хотелось бы, чтобы хотя бы было минус 15. Тогда, конечно же, можно кататься вдоволь, там, и не бояться простудиться, или банально что-то себе отморозить. Тот же самый нос. Да, да, это некрасиво, как минимум. Да. Ну, и неприятно. Я в армии уши себе отморозил, так уж не в эфире будет сказано. Это было ужасно. Давай о конкуренции поговорим. С удовольствием. Да, потому что многие вещи, которые мы сегодня обсуждали, для меня выглядят двояко все-таки. С одной стороны, это очень интересно, это очень занимательно, это очень увлекательно. А с другой стороны, денег-то много не приносит, судя по всему. И дает вопрос, стоит ли этим заниматься или не стоит. И если оцениваем, давай вот такой узкий сегмент, рынок Москвы. По крайней мере, тебе-то он знаком наверняка, поскольку ты именно в Москве этим занимаешься. Насколько он насыщен подобными предложениями, и как вы чувствуете себя с точки зрения конкуренции? Ну, что я могу здесь сказать? Катки в основном расположены в каких-то культурных местах. Это какие-то парки. Обязательно в культурных местах. Ну, понятно. По большей части, да, конечно. Именно крупные катки, да, которые идут с рекламы, да, о которых все-все знают, это, безусловно, расположено на территории каких-то парков, каких-то крупных мест, исторических памятников и так далее, и тому подобное. Я могу сказать, что сейчас по Москве их действительно достаточно много. То есть, да, практически у нас в каждом парке везде есть каток, и с искусственным льдом, и с большим спектром услуг. Ну, чем мы, допустим, чем берем именно мы, да, именно наш каток? То есть, ваше конкурентное преимущество, да? Нашим расположением. Москвичи очень любят Сат-Армитаж. То есть, это само по себе очень место, которое наполнено приятной энергетикой, там приятно находиться. А вот на Красной площади я в прошлом году, или позапрошлом видел, прям поставили какую-то... Да, на Красной площади есть каток. Видел ты, да, какую-то штуковину залили, я так понимаю, искусственный лед туда, и вот на рот там разлили. Да, да, конечно. Там, напротив. Да. Красная площадь, ну, по-моему, тоже отличное место, отличный каток. То есть, да, самый центр нашей Москвы, очень много посетителей. То есть, опять берут вот этой, да, некой тонкостью душевной, да, на Красной площади, все-таки приятно покататься на контакте. Да, там, ну, во-первых, приятно. Во-вторых, безусловно, какая там большая проходимость людей, естественно. Это и жители столицы, и гости, да, приезжие. То есть, просто отдохнуть. Опять же... Человек пришел в ГУМ, да? Да, наш любимый ГУМ, да, огромный магазин. Сколько там людей, конечно, там, то есть, всегда этого хватает. Да, каток, те же самые Сокольники, Баргорькова, да. Остальные катки, они уже идут, скажем так, ну, более, скажем, по местности, да. То есть, все-таки туда идут люди, которые живут рядом. Да, допустим, человек не поедет, там, спланерный, там, на каток в Коломенском, там, или еще куда-то. То есть, естественно, он пойдет поближе, там, к тому месту, где он живет, естественно, вот. Ну, а мы, мы находимся в центре. Мы в сердце тоже нашей столицы исторические. У вас есть вот это конкурентное преимущество, да? Конечно, да. У нас, грубо говоря, да, у нас даже есть постоянные клиенты, то есть, да, люди, которые ходят к нам годами. Потому что каток там уже не первый год работает, уже много страшного времени. И в этом случае можно предположить, что человек спланерный, да, или с юго-запада поедет именно в центр, в Эрмитаж. Поедет, да. Потому что это в Эрмитаж. Да, поедет, конечно. То есть, там, как и местный житель, но мы, насколько знаем, там, в центре, конечно, местных жителей не очень много. Да, 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 уже. Такая специфика, да, конечно, к нам едут. Ну, хорошо, а помимо вот этого конкурентного преимущества, ну, в принципе, я не говорю о вашем конкретно, да, вот. Выбор места связан с какими-то приятными воспоминаниями. А чем еще может, так сказать, один каток отличаться от друга? Ну, это должен быть... Спектром услуг. Должен быть сервис, да, спектр услуг. Это должен быть лед. Ну, то есть, это какая-то совокупность факторов. Ну, лед, подожди, лед везде... Факторов? Нет, лед не везде одинаковый. Да, конечно. То есть, где как залили, где как постарались. Ну, молекулы воды везде одинаковые. Ну, молекулы, да, но вот именно качество льда везде разное. Потому что где как постарались, грубо говоря. То есть, и здесь, конечно, кто как смог, скажем так. Это, конечно, это спектр услуг. Это, то есть, человек приходит, да, он смотрит, есть ли огромные очереди в кассу. Да, как работает прокат, какие коньки в прокате, какой ассортимент в кафе. Потом он выходит на лед, какой само качество льда. То есть, даже в том же самом павильоне, где человек переодевается, да, сдает свои вещи. То есть, как там. То есть, из всего этого складывается какое-то впечатление уже о катке. И, естественно, да, то есть, главная такая история, что нужно все поддерживать в нужном, должном виде, чтобы человек пришел и радовался, чтобы не возникало никаких у него неприятных моментов, негативных ассоциаций, да. То есть, чтобы отдых для него прошел классно, здорово, весело. Он ни о чем не думал, только о том, как он здорово съездил сегодня с друзьями отдохнуть на каток. И в следующие выходные я поеду туда снова. Спасибо, Наташа. Действительно, я с тобой соглашусь. Ключевым все-таки, да, во всем этом разговоре мы будем считать слово отдых, да. Человек должен отдохнуть, зарядиться эмоциями, положительными желательно. А для этого создаются все условия. В частности, еще раз напомню, Наталья Ежилина, пиар-менеджер сети зимних катков «Русская забава», эти условия умеет создавать. Умеет и любит, Наталья. Я благодарю тебя за участие в нашей программе. Спасибо. Уважаемые слушатели, всего вам хорошего. С наступающим Новым годом. Не забывайте, что есть возможность отдохнуть зимой в Москве. До свидания.